Музыка Они его гонят палками Вон коти с какой палкой бежит Я пойду узнаю, что произошло Привет, Мир! Доброе утро! Привет, Мир! Нам наша стройка надоела, так что мы сегодня займемся делами Да, и наверное будет очень странно увидеть меня в нормальной одежде Вот сейчас облачился я в нормальную одежду, ту я вот с нетерпением жду, когда же ее выкину Подожди, за нами КГБ Ха-ха-ха-ха Узнаемся Сейчас Екатерина Артемовна, расскажите, пожалуйста, почему вы с палкой гнались за петухом? Потому что мы загоняли в дом В дом? А зачем петух нужен в доме? Да нет, вон туда К ним домой, да, Катя? Угу Ты бегает здесь один без присмотра Вы, как это, выбежал, да? А ты что такая вообще? Нормально все? Катя тоже, этот, готова Катя, к чему ты готова? Помогать Помогать, Катя наш самый главный помогатель Нет, главный помогатель у нас в школе, а Катя у нас младший помогатель, да? Пошли помогатель, сейчас папа скажет нам, что надо делать Пошли Ну что, Артем Андреевич, мы к нашей стройке вернемся попозже Покажем, что мы там наворотили, а пока что будем делать? Сегодня, сейчас мы пойдем в сторону остановки, куда мы обычно с Соней ходим Ну, на автобус И почистим дорожку Дело в том, что за субботу-воскресенье очень много снега набило Несмотря на то, что сейчас плюс 3, все тает Там где-то около 30-40 сантиметров как минимум снега Мы там провалились, пока даже доходили до этой остановки и опаздывали Поэтому, чуть ли не плыли в этом снегу Поэтому, сейчас пойдем откопаем эту дорожку Плюс, Соня нормально будет Нормально пройдет по этой дорожке Кто-то пометил твою шапку Не надо Стесняюсь спросить, кто это? Пошли Ты меня смущаешь, я не вижу просто мало ли, может там Пошли 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 Ну там просто Пранк над мужем Там просто капнуло три капельки Заодно и покажем там же Мы проходим мимо часовни все время Там елочки по-моему Сейчас покажем, пошли Пошли Это чьи такие следы? А вот, кстати, на фоне моего следа Смотрите, какой огромный след Это какая собака должна быть? Каких размеров? Размером с тебя, Катя? Катюш напугался Размером с меня А я иду к вам, думаю, собачьи следы А потом на фоне своего следа Вот так вот Думаю, да ничего себе Вот это лапа Ну, смотрите, какие большие Ну, сюда вряд ли волки ходят Слушай, Тёма, это разве правда собака? Смотри, у него еще заостренные здесь Смотри, видишь, как будто вот когти Смотрите, наверное, собака так ли ходит? Я не знаю Это, наверное, точно собака такая Огроменская вообще собака А вот тоже вот след, да? Вот на фоне следа Вообще, блин, половина Слушай, я слушаю, что снег снимаете Снег, камни, дорогу Да я по поводу этого Вот Как его? Дошли мы до дорожки А почему я взял совковую лопату? У нас соседи рядом здесь вот Они ходят к остановке, к автолавке утром И они чистили снег именно вот этой лопатой Потому что там узкий проход А с левой и с правой стороны был уплотненный снег И снегоуборочная лопата Я бы это все не убрал Поэтому я взял совковую Сейчас начнем Давай Давай Катя у нас Как раз хотел снять Насколько у нас Катя легкая Что даже снег не проваливается И провалилась Вот сейчас не проваливается Ладно, мы уже полпути прочистили Да мы не столь прочистили, сколько утрамбовываем Есть промежуток вот как раз недавно был Около метра глубина Там почистили А здесь вот он плотный И мы его утрамбовываем Да Так быстрее Потому что Железная лопата Все липнет Да и на ту будет липнуть Здесь очень много снега Все, продолжаем Тяжелый снег Ну что, мы уже практически дочистили Уже остановка виднеется А у меня Здесь уже поменьше снега Валя уже просто протаптывает ее Что, Кать? А у меня елочка Катя елочку где-то нашла Мы рядом с часовней как раз находимся Поравнялись с ней Вот, часовенька Осенью мы здесь снимали Красиво очень было Здесь такое наподобие парка В основном липы растут Дубы И елочки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пока я переодевался Валя, наверное, уже все почистила Напомню, что Напомню, что Мы сегодня отвлекаемся от строительных дел Потому что она нас достала Эта стройка уже Да, я бы Я, конечно, хотел бы сказать Лучшего отдыха в деятельности Но не так грубо, как Валя Ну ладно, она достала нас, да Вот И Валя недавно почистила У коз Сена она вытащила оттуда Достаточно большой слой, да, сена был? Потом покажешь, куда ты возишь Да Сейчас, Катюнь, подожди Я в основном чистила у этой мелкой Потому что Большая коза у нас Со дня на день должна родить По моим расчетам Она должна Где-то в начале марта Так же, как и Кнопка Да, так что у нас, получается Мы ждем два прибавления Так вот Я у той мелкой козы Считай, почти все Вывезла А у этой нет Потому что у нее как раз таки Хороший слой Она козочка родит И им не будет холодно Хотя в глянчурке и так Хоть тепло Ветер боковой Поэтому Последние 80% того, чего ты сказала Возможно, никто не услышит То есть можно не говорить? Ну, сейчас вот ветер стих Вот И Валя почистит у кроликов Так как Кнопка как раз таки Тоже должна родить в марте А что будет делать Артем Андрич? А Я сейчас покажу Это пойду И покажу И расскажу Домой Ой, смотри Ты что, выходишь ко мне, что ли? Мини-кнопка выходит Мини-кнопка Она стройненькая такая Не как Кнопочка Кнопка 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 Мини-кнопка Вот она, наша страшная тепличка, как ее назвали в комментариях, куция. Ну, несмотря на то, что она такая некрасивая, неказистая, страшненькая, а в данном случае, в данное время вообще отвратительный вид имеет. Она нас выручила этим летом, точнее не этим летом, тем летом выручила. Вот, конечно же, облезлая такая. Сейчас я буду снимать пленку с нее, пока она не... Пока ее не раскидала ветром. Я сейчас сниму. Этот утеплитель я уже из теплицы убрал. Как вы помните, здесь у нас дожди уже начали идти. Ну и сегодня плюс три, поэтому не за горами дожди. Поэтому весь утеплитель я убрал в срубку второй. Там вот еще есть рамы. Сейчас покажу. Здесь все так страшно. Здесь еще есть рамы, которые нам сосед отдал. По-моему, мы их показывали. Мы хотели их использовать в беседку. Я их тоже уберу. Благо во дворе у нас... Привет, Катя. Привет. Катя мне решила помочь. Забрать мячик и пойти играть. Аккуратно, Катя. Я уже переоблачился, переоделся. И буду разбираться с теплицей. По поводу окон... Катя, мне будет помогать. Да, Катя мне будет помогать. По поводу окон, во дворе большая часть освободилась. Место, пространство больше стало пустого. И их, естественно, надо убрать. Потому что они тоже намокнут, когда пойдет дождь. А это нам не надо. Они уже высохли. И пойдут в строительство беседки. А сейчас я буду снимать всю пленку абсолютно и выкидывать ее. А потом будет... Катя будет снимать, да. Молодец, Катя. Сейчас будет помогать мне. Ладно. Так, так, так. Так, я не успел отвернуться, они уже отдыхают. А потому что мы уже много начистили, там целая гора. Но это, естественно, не только сегодня очистила. Прям гора. Прям гора. Я смотрю, ты тоже не стоял на месте. Он пленку убрал, и это хорошо. Это я ему тоже помогала. А, ну Катя говорит, помогала. Ты бы не справился, да? Я бы не справился без Кати, конечно же. Пленка рваться уже начала. Я вовремя подоспел. Но в теплицу ничего не попадало. И вокруг теплицы я не видел. В общем, все, оторвал, вырвал. Это очень хорошо, потому что по весне ее собирать сложно, когда она крошится. Да, и думаю, что в этом году, ну, не будем мы пленку стелить сверху. Поликарбонат? Да, вообще все разберем и сожгем. Ну, от нас же всегда это просят, ну, говорят, бульдозером снести. Лучше новые поставить, этот снести. Вот мы следуем вашим советам. Вот это снести, сжечь и построить новую. А лучше купить. Ну, да. Пойдем, покажем во втором струбе, что мы сделали и что нашли. Подожди, а что мы нашли? А, а ты знаешь, где это? Только жубера. А я не помню. Ну, не знаю, еще тогда. Ладно. Мне еще надо окна убрать. Ну, мы с Катей домой пойдем. У Кати руки уже замерзли, а ты убирай окна и пойдем. Давай покажем, что мы нашли. Пошли. Пойдем. Мы спустились в наше подземелье. Резко оказались. Зашли во второе струбе и оказались в подполье. Валя сидит так, кротенько. А, потому что здесь можно этот достать головой. В прошлом видео, можно я скажу? В прошлом видео очень много нам людей писали по поводу отдушин. Что не видно отдушин и так далее. Мы их тоже не видели. А сейчас вот откопали здесь и нашли два. Писали просто сделать и отдушины. У нас... Да, у нас вот эти две есть отдушины. Их можно увеличить. Причем одна, она сеткой идет. Вот это, по-моему. Ну, две отдушины есть. Можно еще, в принципе, вот на той стене сделать. Или, как мы с Темой хотели, нам еще писали, что оставить люк на всякий случай, чтобы зайти и посмотреть, что здесь как в подполе. Вот, как вы помните, вон там стена у нас идет туда, к сараю нашему. Вот мы там вот хотим сделать с Темой такой люк, чтобы она была и как отдушина, и как проход сюда в подполе, если что, зайти посмотреть, что-то как. Я бы даже сказал, что это не люк будет, а дверца. Дверца. То есть вот я показал уже, это стена двора непосредственно уже. Поэтому с той стороны можно запил сделать, открыть и сделать туда дверьку. А ты, кстати, показал, как у нас теперь в подполе чисто-то? Не показал, ну а что здесь в подполе? Кто не видел подпол? Здесь, по сути дела, практически все выровнялось, эти ямы мы засыпали. Кто не знает, у нас здесь не будет погреба, а будет погреб в первом срубе. Потому что многие спрашивали, как же закатки, как что. Просто смысла мы не видим ходить через детскую комнату в погреб и туда складывать эти все закатки. Ну и, естественно, потом зимой обратно их вытаскивать. То есть проще нам в первом срубе сделать. А здесь закрыть все полностью. Да, и как вы помните, в том срубе у нас еще не утеплены полы и не сделаны. Поэтому мы все равно это все там будем делать. Вот заодно и погреб там сделаем. Да, заодно и погреб. Так что мы не такие, как некоторые думают, что... Не такие тупые просто. Не, ну в некоторых случаях, конечно же, мы косячим, но стараемся это потом исправить, переделать. Как-то много информации очень в голове иногда не укладывается. А, кстати, на что мы вчера потратили целый день? Пойдем покажем? Пойдем покажем. Мы нашли, вот смотри. А, нашу находку, да. Написали в комментариях, что ищите, там вдруг клад мы эти. Клад мы не нашли, мы нашли железяки, рравы где-то там валяются. И вот бутылку интересную. Кстати, Тёма ее выкинул. Я не выкинул ее, я спрятал. Ты ее выкинул в тех вещах, которые здесь валяются, и ее обкопал? Только она просто была в тряпках завернута, и я подумал, что это обычная бутылка, да и не стал заморачиваться. Здесь, короче, не на русском что-то написано? Здесь на немецком написано, я уже посмотрел. Такая бутылка продается на аукционе в мешке, стартовая цена ее 1000 рублей. Здесь, я так понимаю, что-то с церковью связано. Такие вот керамические бутылки из-под минеральной воды вроде как используются. А она такая тяжелая. Я сомневаюсь, что она 1000 рублей стоит, она в таком состоянии. Ну там еще хуже состояние было. Да? Поэтому кто... Кому нужна такая бутылка за 1000 рублей? Да нет, ему... Я пошутил. Я даже не помню, что ты здесь... Можешь прочитать? Ты немецкий хорошо знаешь? Я немецкий вообще не знаю, и буквы не знаю. Но здесь реально, здесь видно, что это ручная работа. Видишь, здесь как этот, измазали вот эту вот ручку. Ну прикольно. Да. Хоть что-то нормально мы нашли. Та-да-да-да. Валя не дает мне вылезти. Наконец-то ты ниже меня. Теперь ты коротышко. Катя, не надо сюда залазить. Она не залазит. Вот мы что вчера целый день делали. У нас здесь фундамент под бывшую нашу печку. Дело в том, что он идет заподлицо с бревнами. И естественно утеплитель сюда никак не влезет, никаким боком. Но мы, к сожалению, уткнулись вот в этот камень. Хотели же просто на уровень утеплителя сделать, на ширину утеплителя. А уперлись вот в этот камень и не можем его убрать никак. Поэтому мы снимем сколько снимается. Вчера целый день мы долбили. Перегрели перфоратор. Но он не сломался, конечно же. Просто оставили его остывать. Вот, что еще? А, кстати, тоже нашли вот такие вот... Насколько я знаю, это плашки. Плашки. Ну, они уже опять-таки в таком состоянии ржавые. А, этот, кстати, ржавый. Там спрашивают, какая у Тёмы кличка была в детстве. Ну, так... Теперь, когда я это вспоминаю, говорю слово ржавый, я все время про тебя вспоминаю. Но ты не ржавый, ты золотой. Замечательный. Комплимент от жены услышать такой. Да, вот, вот эти вот штуки ржавые. У меня не было бороды, как ты написала в детстве. Это ты написал? Так вот, в общем, вот эти вот штуки ржавые. А Тёма, они ржавые. Ну, в общем, ладно, все. Это опять... Опять во втором срубе заканчиваем. Он, по сути дела, нам уже чуть-чуть поднадоел, как Валя сказала. Мне тоже. Как минимум. Поэтому мы сегодня на улице, дышим свежим воздухом. А не вот этим вот... Вот этим, как сказали в комментариях, мышиной пылью. И детей сюда уже не пускаем. Спасибо вам за комментарии. Ну что, всем пока. Ну что, ладно, все. Что здесь показывать-то больше? На улице я сейчас вытащу окна и все. Дальше посмотрим, что там по мелочи делать. Но сюда я больше не вернусь сегодня. Ну вот, да, мы поедем, купим ветрозащиту. Все, никак не можем ее найти. И приступим уже к расчистке стен. Надо еще щетку нам железную найти, потому что у нас здесь ее тоже нет. Ветрозащиту купим и начинаем утепление пола, да? Да, и сто раз уже передумали по поводу сетки от мышей. Не знаю, может, отговорите нас. Ну, дело в том, что, как нам Эдуард объяснял, сетка для мышей нужна обязательно, чтобы мыши не водились. От мышей. От мышей. Как он там называется? Фундамент. Короче, где-нибудь до щели у нас в любом случае останется. Вот здесь вот, с этой стороны вот это вот мы чуть продолбим. И вот здесь. Ну, никак не пролезть туда. Поэтому Тема и говорит, что, скорее всего, мы эту сетку ставить не будем. Потому что мы все равно какую-то щель где-то оставим. Все, закругляемся. А что ты с бутылочками-то ходишь? Минеральную воду пошел набирать. Да? Все. Всем пока. До новых встреч уже, наверное, когда будем учиться. Через год. Катя, что папа говорит? Минеральную воду. Ну да, завтра встретимся, да? Скажи всем пока. Всем пока. Пока-пока. Катя, сегодня модно. Продолжение следует... Продолжение следует...